Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Около полугода в отношении к девочке. Живем раздельно, планируем съехаться. Смущает ее периодическое общение с бывшим мужем, финансовая помощь в его стране и ее позиция по этому поводу. Преполагаю, что это не только финансовая, но еще и эмоциональная зависимость. У нее трое детей от прошлого брака. Двое дочерей живут с ней, старчищем живет с бывшим мужем в другой стране. В браке они были до этого более 17 лет, затем на протяжении 6 лет, то сходились, то в них расходились. С ее слов, у него проблемы с алкоголем. Периодически уходит запой, исчезает дома на некоторое время. Он оплачивал ей квартиру, некоторые расходы на детей, постоянно вытягивая ее на общение. Последние несколько лет она стабильно пару раз в месяц летала к нему, он давал деньги, не мешал в работе ее бизнесом. Она мало зарабатывает, говорит, что устала работать и перегорела несколько лет назад. Периодически собираются устроиться на работу, но до чего разговоров дело не заходит. Долго не разводилось, это же только печать мы развели 6 лет назад, но с моей помощью в одностороннем порядке успешно подала на развод. Сначала в наших отношениях они прекратили общаться, она заблокировала его у себя и детей, и осталась помогать финансово. Через пару месяцев мне пришлось сменить работу внепланово, в связи с чем возникли финансовые трудности. Я обсуждала все это, собиралась помочь и устроиться на работу. Потом сказала, что заняла деньги у родителей, постоянно занимает у друзей родителей, считает это нормой, что родители должны помогать, особенно если у них есть деньги. Через какое-то время выяснилось, что она встанье от меня вновь стала общаться с бывшим мужем и попросила у него денег, сказав, что ей негде и не настишь жить. Рассказала об этом сама, попросила понять себя, обещала, что больше не будет общаться в тайне от меня. Какое-то время общения не было. Затем, снова, случайно узнала, что между ними есть коммуникация. Девушка сказала, что они общаются нечасто и извинила за то, что не сказала сразу, боясь негативной реакции с моей стороны. Разговаривать на эту тему с ней тяжело, просто не искать двойного дня и уверять, что в этом общении ничего нет. Что это такое, реально ли изменить ситуацию, с учетом всех вводных и какую линию поведения лучше выбрать. Ситуация заключается в том, что вы, на мой взгляд, находитесь в деструктивной форме отношений, которая называется треугольник Карпенов. Нет, безусловно, идеальных людей не существует. Не существует людей, у которых нет в, скажем так, в своем опыте каких-то ошибок, каких-то, скажем так, проблем, каких-то прошлых эмоциональных привязок и так далее. У всех людей есть опыт, и вы и ваша девушка не являетесь исключением из этого правила. Только вся проблема в том, что вас не устраивает. То есть, иными словами, если бы вас эта ситуация устраивала бы, если бы вас устраивала бы ситуация, когда девушка совершенно спокойно общается с бывшим людям, совершенно спокойно как-то с ним взаимодействует, а вообще-то для взрослых людей, при условии, что эти люди действительно зрелые, подобная модель поведения является абсолютно нормальной. Так вот, если бы вас это все устраивало бы, вот, то не возникло бы никаких, в общем-то, слотностей. То есть, вы находите свои кадры на своем месте, и все хорошо. В общем-то, в случае, судя по тому, что вы пишете, вас это не устраивает. И, тем не менее, вы продолжаете это терпеть. И вот именно то, что вы продолжаете это терпеть, является одной из ключевых проблем. Начнем с того, что если для вас неприемлемо, скажем так, общение девочки с бывшим мужем, вот, то эта девочка, мягко говоря, вам не подходит. Собственно говоря, деструктивность модели поведения заключается в том, что вы хотите ее изменить. Что говорит о том, что такой, какая есть, девочку вы не принимаете. Не принимаете вы и себя, на мой взгляд, тоже, потому что, как бы, ну, это прозвучит немного грубо, но, на мой взгляд, вы плюете на свою позицию. Чего делать категорически нельзя. То есть, если вы плюете на свою позицию, то чего ожидать от девушки. То есть, вместо того, чтобы поставить вопрос ребром и сказать, что, ну, вот, в моей системе ценностей нет места для взаимодействия моего партнера с своим бывшим партнером, даже по поводу детей, что являлось бы вашей ответственностью. Вместо этого вы как-то следите за девочкой, подозреваете девочку, ну, и так далее. Ничего хорошего из этого, как правило, не получалось. Вон, девочка уже, в общем и целом, боится. Вон, девочка уже вам какие-то вещи вообще-то не говорит, опасаясь вашей реакции. Это прямой удар по доверию. И я, безусловно, не хочу никого обвинять. Я не говорю о том, что вы какой-то плохой человек и действуете как-то неправильно или что-то вроде того. Нет. Я сейчас больше говорю о том, что сама позиция вызывает определенные вопросы. Чем быстрее вы для себя с позиции определитесь, тем будет лучше. Именно вы определитесь с позиции. Не девочка. Именно вы. И только вы. Больше никто. Следующим важным моментом является то, что девочка, находящаяся в, вот, ну, в такой, скажем так, зависимой, как вы говорите, позиции, представляет из себя, к сожалению, по большей части, я бы сказал, классическое проявление жертвы, человек, который берет в долг, не умеет жить по средствам, не очень хочет себя обеспечивать, все время нуждаются в помощи. Это все, в общем и целом, подтверждение, скажем так, некоего инфантилизма. И инфантилизм здесь используется, а чуть не в негативном ключе, как это могло показаться на первый взгляд. Дело в том, что в самой, самой по себе инфантильности ничего плохого нет. Ага, но вопрос в том, как относятся, к этому относятся отца, к этому другие люди, в том числе, как к этому относятся, например, вы. Вы все время пытаетесь что-то за девушку сделать, вы все время что-то пытаетесь ей помочь. Вы способствует ей тому, что она, в общем и целом, подает на развод. Но это делаете вы, а не она. Вы все время ждете, что она сейчас изменится, а она все не меняется. Ну, до тех пор, пока вы будете действовать в таком ключе, она и не изменится. Ибо зачем? Зачем человек уменяется, если у него все время есть кто-то под рукой, кто всегда поддержит, всегда поможет. Раньше это был муж, потом это были родители, теперь это вы. Ну, я, пожалуй, здесь не совсем корректно сказал, наверное, правильно было бы сказать, что сначала были родители, потом муж и потом вы. Теперь снова, судя по всему, родители. Ну, и друзья, конечно, тоже. И в этом смысле вы, занимающий позицию постоянно спасающего ее человека, конечно же, в общем и целом, с точки зрения психологии, являетесь спасителем. Спаситель – это деструктивная роль в отношениях, которая ничего хорошего дать не может, кроме чувства обиды, ревности, недоверия, сомнения, страхов и так далее. Не совсем понятно и то, почему вы хотите, чтобы девочка прекратила общаться с бывшим мужем. Ведь бывший муж – отец ее детей. И так или иначе, общаться они должны, я подчеркиваю, должны. Потому что дети, по крайней мере, до тех пор, пока они не отцов, совершеннолетние, нуждаются в родителях. И совершенно не виноваты в том, что их родители чего-то там не поделили. Здесь у вас, как мне кажется, прослеживается та же самая проблематика. Проблематика – взятие личной ответственности на себя за то, что происходит. Вы испытываете тревожность за то, что делает ваша девушка. Вы хотите подстроить ее под некий идеальный образ, который видится вам, ну, вот, в вашей, может быть, идеальной картине, допустим, реальности, идеальной картине, ну, как бы, происходящего и так далее. Вот только проблема здесь заключается в том, что самой девушке надо-то совсем другое. Ей нужно ощущение безопасности, ей нужно ощущение стабильности, ей нужно постоянно компенсировать то, что она не может. Ей нужна поддержка, ей нужна постоянная защита под лучкой безопасности, если угодно, от своей неспособности жить посредством. Хотите вы этого или нет, но на данный момент реальность именно такая. Хотите вы этого или нет, но на данный момент ситуация заключается именно в этом. И вот такой, судя по тому, что вы говорите, такой девушку вы не принимаете. Пытаясь ее изменить, пытаясь ее переделать, пытаясь как-то на нее повлиять, требуя от нее того, чтобы она с кем-то не общалась, с кем-то общалась. В общем и целом, действуете вы в довольно-таки доминантном формате, что, опять же, свойственно для спасителей. То есть, вот я тебя спас, и теперь буду диктовать, как тебе жить. В общем и целом, это цена, это плата за то, что вы девушке своей помогаете. Не знаю, устраивает ли вас такая модель взаимодействия, но если устраивает, то... Если устраивает, то будьте готовы к тому, что ваш партнер всегда будет что-то от вас скрывать. Дело в том, что спаситель, это, конечно, хорошо, но со спасителем ты не можешь почувствовать себя свободным. Со спасителем ты не можешь почувствовать себя собой. Со спасителем тебе постоянно приходится сталкиваться с, так скажем, некоторыми ограничениями, и эти ограничения далеко не самые приятные, не самые радостные. Тебе они вроде бы не нравятся, но без них никак, если ты хочешь чьей-то помощи. И понятно, что без таких ограничений не было бы спасителей, и человек не смог бы жить так, как он живет. Вот воважаем, девушка по-другому жить не может. Поэтому, нет, изменить никого не получится, по крайней мере, ну, по крайней мере, до тех пор, пока девочке как-то выгодно так жить, до тех пор, по крайней мере, пока ее все устраивает. Вот. А ее, судя по всему, все устраивает. Вот. И это нормально. Понимаете, да? Вот, в принципе, то, что я хотел бы, пожалуй, вам сейчас сказать. С точки зрения психологии, и с точки зрения психотерапии. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Я надеюсь, что вы учтете то, о чем я говорю. И дальше сможете, ну, скажем так, двигаться в направлении того, чего вы хотите. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Спасибо. 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 Продолжение следует...